Разминка А потом уже вторая часть, которая будет оцениваться вашими аплодисментами, более того, в разминку команды будут играть с вами. Итак, американские проблемы. Кто у нас как бы и начинает? Прошу. У вас замирает сердце, когда вы смотрите на американский флаг? У вас замирает сердце, когда вы смотрите на американский флаг? Вы знаете, у нас сердце замирает всего от пяти звездочек. Скажите, у вас замирает сердце, когда вы смотрите на американский флаг? Замирает. Ведь мы, украинцы, видим в американском флаге огромный кусок сала с красными прожилками, а в углу чумацкий шлях. Дальше, пожалуйста. Почему у чернокожих американцев белые зубы? Широк спектр интересов к гранщикам. Почему у чернокожих американцев белые зубы? Это зефир в шоколаде. Почему у чернокожих американцев белые зубы? Потому что они загорают с закрытым ртом. Да и вопрос. Почему на гербе России изображен двухглавый орел? Что-то на меня смотришь, как на единственного представителя России на сцене. И я придумал этот герб. Что-то смотри. Азадачил? Ну не мы точно его придумали. Сейчас, может, ребята расколются. Почему на гербе России изображен двухглавый орел? Одна голова хорошо, а две лучше. Почему на гербе России изображен двухглавый орел? Чтобы перекладывать с больной головы на здоровую. Спасибо. Ну давайте еще по одному вопросу. Пятидесятые годы. СССР большими шагами движется к коммунизму. Шестидесятые годы. СССР большими шагами движется к коммунизму. Семидесятые годы. СССР большими шагами движется к коммунизму. 50-е годы. СССР большими шагами движется к коммунизму. 60-е годы. СССР большими шагами движется к коммунизму. 70-е годы. СССР большими шагами движется к коммунизму. 90-е годы. СССР сидит на шпагате. Своя версия. 50-е годы СССР большими шагами движется к коммунизму, 60-е годы СССР большими шагами движется к коммунизму, 70-е годы СССР большими шагами движется к коммунизму, а потом пришел Ельцин и выключил тренажер для ходьбы на месте. Ну и еще вопрос. Что делать, если я выиграю в казино 100 тысяч долларов? Что делать, если я выиграю в казино 100 тысяч долларов? Да мне я знаю, что сделать. Что делать, если я выиграю в казино 100 тысяч долларов? Бросьте их в море, чтобы снова вернуться в Атлантик-Сити. Замечательно, спасибо. Это концовка для первой части нашей разминки. Уважаемые жюри, максимум 6 баллов вы можете поставить за этот конкурс. Итак, внимание, команды. Ну, я хочу сказать, что вы видели, да, просто потрясающие две команды, потому что это самый тяжелый конкурс с моей точки зрения. И в силу того, что все-таки армяне отвечали на русском языке, им было поставлено 6 баллов, а Харькову 5,9 десяток. Спасибо. Задача непосильная, Ян. В сумме что это получилось? Извини, что я тебя так подставляю. Ничего, я заканчивал математическую школу. А, извини. Тогда вопрос по адресу. Значит, 10,9 десятых команда КВН Харьковского авиационного института и команда «Новые армяне» 10,8 пока десятых баллов. Спасибо. Я думаю, что оценки устроили и ту, и другую команду. Господа, мы все, внимание, здесь есть микрофон, и там есть микрофон. Прошу, господа, о своих американских проблемах, которые за 30 секунд сейчас решат КВНовские команды. Прошу. Он работает, да? У меня такой вопрос. Вот, в прошлый раз не работал. Растем, чувствуется. У меня такой вопрос. Я ехал из Нью-Джерси в Манхэттен, и к моему большому удивлению, я увидел, что на фоне Манхэттена стоит и при полных парах крейсер «Аврора». Что бы это значило? У меня есть свой ответ. Вы первый будете отвезти, или я им даду? Я в очереди. Итак, повторите, пожалуйста, вопрос. Я ехал из Нью-Джерси в Манхэттен, и смотрю, на фоне Манхэттена стоит крейсер «Аврора». Что бы это значило? Значит, вам пора ехать обратно. Спасибо. Так, и второй вариант. Можно вопрос? Ладно, «Аврора» у Манхэттена, но... Это новое престижное американское казино. В нем ставят только на красное. Так, замечательно. Так, пожалуйста. Кто появился раньше, КВН или Масляков? Пожалуйста, только осторожнее выражение. Повторите вопрос. Это справа вопрос. Кто появился раньше, КВН или Масляков? Евреи. Прошу. Пожалуйста, Владимир. Я знаю, что в Харькове три месяца не вывозится мусор. Я звонил вчера в Харьков. Специально про мусор спросите. Специально. У богатых свои причуды, пожалуйста. О наших американских проблемах. Среди русских циркулируют слухи, упорные слухи, что вывоз мусора в Америке контролируется итальянской мафией. Поэтому мусор выводится регулярно два раза в неделю. Как вы думаете, кому следует доверить контроль за вывозом стратегического сырья советского мусора, для того, чтобы он вывозился регулярно? Советский мусор, слава богу, давно вывезли уже. Если о советском. А вот про этот, то давайте. А повторить вопрос можно? Только коротко так. Тезисы из речи. Тезисы. Про звонок в Харьков не надо. Итальянская мафия много лет контролирует вывоз американского мусора. Советский мусор давно вывезен. За последние годы накопился мусор стран СНГ. Кому следует доверить контроль за вывозом мусора? Браво, браво. Доверьте его нам, шохлам. Як не вывезем все, то хоча б понадкусуем. Есть и второй микрофон, я просто сообщаю, что... Прошу. Команда Армении и Украины, все-таки они очень разные. Скажите, почему в обоих командах нет женщин? Дело в том, что никто из этих ребят на подобную операцию не согласился. А жаль. АПЛОДИСМЕНТЫ И развиваться эта тема может обеими командами до бесконечности. Но мы прервем и... Пожалуйста. Как известно, Манхэттен был куплен у индейцев всего за 25 долларов. У меня такой вопрос. Как по-вашему, имело ли к этой сделке отношение новые русские? Как известно, Манхэттен в свое время был куплен у индейцев всего за 25 долларов. Имело ли к этой сделке отношение новые русские? Как по-среднике могу сказать, что нет. Хорошо, пожалуйста. Почему американские девушки, когда идут на свидание с американскими молодыми людьми, платят за себя свою половину сами? Где эти девушки, которые платят за себя сами? Ребята с удовольствием познакомились бы. Мы заканчиваем поездку по Америке. Повторите, пожалуйста, вопрос. Почему американские девушки, не русские, а американские, когда идут на свидание с американскими молодыми людьми, платят в ресторан, платят за себя свою половину сами? Ну так они того стоят. Если можно, еще раз. Единственный, да, раз. Еще раз? Хорошо. Почему американские девушки, когда идут на свидание с американскими молодыми людьми в ресторан, платят за себя свою половину сами? Наша команда приглашает всех девушек в этом зале в ресторан после игры. Спасибо, зрители, спасибо большое всем, кто участвовал в разминке. Спасибо, ребят, громадное. Спасибо.